Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Моё сообщение будет, может быть, посвящено не каким-то высоким сферам эндоскопии, но тому, что нам ближе всего, это оказанию экстренной помощи. Мой доклад основан на результате деятельности нашего отделения. Это 14-я больница города Екатеринбурга, район обслуживания 300 тысяч человек, режим оказания ежедневный, круглосуточной экстренной помощи. И что самое главное, что в составе хирургической бригады один врач-рентгенолог, имеющий вторую специальность эндоскопия. Почему именно на этом я остановился? Во-первых, те, кто занимается эндоскопией, люди молодые, пытливые, и не все они хотят заниматься рутинной рентгенологией. А с другой стороны, рутинные рентгенологи – это люди, в основном, уже поработавшие. Соответственно, для них освоение каких-то новых методик, там, папилотомий, лидоэкстракции является достаточно сложным. И поэтому, если происходит та ситуация, вклинённый камень, сосочка или острый гнойный холонгит, то приходится, значит, приезжать кому-то из дома и заниматься этими больными. Поэтому у нас встал логичный вопрос, то есть, всегда ли надо приезжать, или есть ситуации, которые мы можем всё-таки отложить до утра. Начнём с острого гнойного холонгита. По определению, это гнойное воспаление вне внутрепечёночных желчных протоков, развивается чаще всего при нарушении проходимости желчных протоков и занимает ведущее место среди осложнений желчекаменной болезни. По этиопатогенезу выделяют, первое, обтурационный гнойный холонгит, который происходит либо в результате холедохолитиаза, либо доброкачественной и злокачественной структуры желчных протоков, так же, как пример, приведён пример холонгита на фоне стоящего металлического стенда у пациента. И второе, это восходящий гнойный холонгит, это патологический заброс кишечного содержимого в желчные пути при затруднении обратного оттока. Чаще всего это происходит после выполненных ранее папилотомий на фоне парафтериальных дивертикулов, на фоне дуоденостаза, а также при других хронических нарушениях проходимости кишечника. Но важно всё-таки не теопатогенез, а важно всё-таки классификация по тяжести течения. Здесь выделяются три фазы. Первый – это острый холонгит, проявляющийся клиническим проявлением плюс признаками билярной гипертензии. Второй – это холонгиогенный сепсис, когда к классической картине присоединяется воспалительное проявление и полиорганная недостаточность. И третье – это билярный септический шок. Крайне тяжёлое состояние, которое сопровождается развернутой картиной шока с падением давления, подчас с привлечением анестезиологов и реаниматологов. Два небольших тезиса. Это первое – без хирургического разрешения острый гномик холонгит приводит к смерти в 100% случаев. Это говорит о том, что вмешиваться при этой патологии обязательно надо. И второе – то есть оперативное вмешательство должно выполняться в неотложном порядке, в минимальном объёме. Это прописано в последних национальных клинических рекомендациях. Таким образом, этим критерием в первую очередь отвечают эндоскопические транспопиллярные технологии внутреннего дренирования желчных протоков. Является методом выборов в первую очередь при калькулёзной этиологии острого гнойного холонгита приведены цифры высокой достаточной эффективности в достижении декомпрессии до 97% и позволяет снизить показатели осложнений до 7,5% и летальности до 3%. Но при этом надо помнить, что все эти технологии в первую очередь являются аппаратурой и инструментозависимыми, то есть требуют наличия определённого как бы качественного оборудования, достаточно хороших инструментов, позволяющих работать и добиться именно того результата, который ждут от эндоскописта. И второе – то есть успешность выполнения операции напрямую зависит от опыта и квалификации специалиста, что ещё раз подчёркивает то, что нельзя как бы каждому человеку, держащему в руках эндоскоп, допускать сразу до тяжёлых и сложных оперативных вмешательств. Мы проанализировали наш результат за последние 5 лет. Через клинику прошло 80 неотложных пациентов с острым гнойным холонгитом. Из них более 50% – это были пациенты с крупным и множественным холедохолитиазом. И достаточно, ну, почти половина из них срок госпитализации состоял более трёх суток от начала заболевания. Выполнялись следующие вмешательства. Первое – то есть это папилотомия, литотрепсия, литоэкстракция, как, ну, априори, она выполнялась в экстренном порядке и обязательным элементом, позволяющим говорить об эффективности. Мы считали, что должна быть выполнена, во-первых, папилотомия на весь интрамуральный отдел, и, во-вторых, должна быть выполнена полная санация холедоха от конкрементов. Папилотомия в подобном объёме была выполнена у 68 пациентов, эффективность составила 85%. Осложнения – ну, достаточно, как бы, большое количество, до 15% из них, но они переприведены, то есть одна ретродуднальная перфорация произошла, два кровотечения и семь острых панкреатитов, которые были пролечены консервативно. Летальность составила в этой группе 1,5%. Ещё один метод лечения, то есть это папилотомия, добавленная назобилиарным дренированием. Выполнялась в том случае, когда не удавалось адекватно оцинировать желчные протоки, в первую очередь при крупном холедохолитиазе, либо при каких-то супрапапиллярных стриктурах. И здесь, как бы, мало того, что, как бы, есть определённые, ну, сложности, может быть, введения этих больных, но обязательным условием мы считали, это всё-таки сотрудничество пациента, потому что одно из наиболее частых осложнений у этих пациентов – это самостоятельное удаление пациента веназобилиарного дренажа. Значит, 10 пациентов было пролечено по данной методике. Эффективность, эффективно было только у четырёх из них. Осложнение, в первую очередь, прогрессирование холонгита в большинстве, то есть говорило о том, что всё-таки, наверное, эту методику как основную применять не следует. Летальность один пациент от прогрессирования холонгита. И третий путь, по которому мы шли, это ретроградное бильярдное стентирование, вот, выполнялось при невозможности также адекватно тренировать желчные протоки, но вмешательства эти были для нас достаточно ограничены, во-первых, дорогостоимостью, во-вторых, то, что это было чаще всего всё-таки неотложной ситуацией, большинство из этих пациентов были оперированы в ночное время. Ну и как бы у обоих, у двух этих пациентов, у обоих произошло прогрессирование холонгита на фоне обтурации стенда пластикового, вот, но, учитывая небольшое число наблюдений, всё-таки, наверное, по этой группе пациентов судить преждевременно. Что заслуживает всё-таки интереса, то есть мы разделили всех пациентов по фазам острова холонгита, и получилось пациенты, которые оперированы в фазе острова холонгита, 49 пациентов, практически у всех эффективность была очень высокая лечение, и нам удалось реализовать программу лечения холонгита. У больных, находящихся в фазе холонгигенного сепсиса, ну, всё-таки, также более 2-3 пациентов также успешно были пролечены, но самые печальные получились последствия у больных, которые были оперированы в фазе септического шока. И здесь, то есть мы только у двух пациентов из 7 удалось добиться адекватного излечения. Также эта же группа составила основную часть летальных исходов. Таким образом, проанализировав данные, мы позволили себе сделать следующие выводы, что при лечении больных острым гнойным холонгитом предпочтительны транспопиллярные эндоскопические технологии, позволяющие в большем числе случаев решить задачу декомпрессии бильярдного тракта. Дальше, результат лечения больных с тяжелым холонгитом, это в фазе холонгигенного сепсиса и септического шока значительно хуже, поэтому выполнять операцию целесообразно максимально ранние сроки на стадии острого холонгита, что будет повышать прогноз благоприятного лечения. Ну и методикой выбора, по нашим данным, получилась попилотомия с полной санацией холедохолитиаза. Применение других методов все-таки допустимо, но мы это рассматривали только как первичный этап хирургического лечения с обязательным контролем, эффективностью дренирования и пристальным вниманием за этими пациентами. Следующая ситуация, вклиненный камень большого сочка двенадцаперстной кишки, заболевание обусловленное острой блокадой выходного отверстия ампулы большого сочка двенадцаперстной кишки, конкрементами, сопровождающие большей частью случаев развитием острого бильярдного панкреатита. Значит, также за последние пять лет таких пациентов прошло через нашу клинику 78, из них подавляющее большинство, то есть 44 пациента, это были пациенты, поступающие в срок до 12 часов, 13 пациентов в срок от 12 до 24 часов и 21 пациент в срок более 12 часов. По приведенным в этой таблице данным видно, что в принципе это были достаточно как бы сопоставимые по тяжести пациенты, единственное, что выбивалось как бы из общих показателей, то есть это большие показатели билирубина у больных, поступивших срок более суток, извиняюсь, там в таблице в последнем написано неправильно, более суток, но это как бы объяснимо сроками заболевания. Все пациенты были прооперированы в неотложном порядке в течение трех часов от момента поступления, 70 пациентов было выполнено папилотоми с литоэкстракцией, двум пациентам литоэкстракция дополнялась назобилиарным дренированием и в шести случаях полная папилотомия выполнена, не была, было выполнено предрассечение, удаление ущемленного камня и на этом как бы операция была закончена и в последующем эти больные были оперированы вторым этапом. Значит, по полученным результатам, оценкам послеоперационных периодов, ну во всех трех группах мы получили данные о хорошем достаточно снижении амилазы крови, но на первое место вышло количество осложнений и вроде бы наибольшее число осложнений мы получили у пациентов прооперированных в период более суток, вот, но осложнения эти как бы можно сказать, что в кавычках, потому что это не осложнение той операции, которая была выполнена, осложнение того заболевания, которое было у этих пациентов, то есть осложнение гнойного холонгита. Если их разбирать, то получается, что в первых двух группах, в первую очередь, это было прогрессирование панкреатита, перитонита, что потребовало выполнение уже интраабдоминальных операций, леопароскопии, дренирования брюшной полости, холецистостомий. А в последней группе, в срок более суток оперированных пациентов, все-таки на первое место среди осложнений вышло развитие деструктивных форм холецистита, как возможно, то есть присоединение инфекции на желчный пузырь. Вот, и оценивая результаты лечения, все-таки у нас получились такие данные, что наиболее благоприятно, да, то есть это небольшой койко-день, не более 10, и летальность на уровне 9 мы получили в первой группе, во второй группе мы получили достаточно большой срок госпитализации, 7 и самую высокую летальность, и в последней группе, на фоне, ну, как бы, на фоне достаточно длительного койко-дня мы получили самое меньшее число летальных исходов. Ну, таким образом сделали выводы, что полученные результаты свидетельствуют, что при лечении больных вклиненным камнем большого сочка 12-перстной кишки одним из определяющих прогноз факторов являются сроки оперативного вмешательства. И, ну, для себя вроде как, что ранние операции в течение 1-3 часов от поступления целесообразны у больных со сроком вклинения менее 12 часов, а при сроке заболевания более 12 часов все-таки мы посчитали, что операцию можно отложить на, ну, на дневное, на рабочее время, когда можно собрать квалифицированную бригаду, хорошо подготовиться и сделать тот объем, который необходим. Ну, как бы, медицина не математика и не все, как бы, гладко, даже если мы придерживаемся каких-то полученных выводов. Один небольшой клинический пример, больной 58 лет, которая была госпитализирована в неотложном порядке, срок заболевания 5 часов, все было сделано по схеме, то есть в течение 3-х часов папилотомия, литоэкстракция полностью, но несмотря на это прогрессирование панкреатита, вот, и на следующие сутки ляпароскопия, санация уже на ляпароскопии было выявлено поражение забрюшенной клетчатки с одной из сторон, и в течение двух суток наступает летальный исход на патологоанатомическом исследовании, то есть тотальный смешанный панкреонекроз с поражением всех четырех сегментов забрюшенной клетчатки, хотя при этом, то есть, холедок был санирован полностью, и задача эндоскописта была выполнена так, как надо. Так что, вот, не всегда, как бы, выполнение наших договоренностей, наших тактик приводит к положительному эффекту. Ну, все, благодарю за внимание. Спасибо большое, Алексей Дмитриевич, спасибо, спасибо за интересный доклад, комментарии. Михаил Павлович, я вижу, у Вас есть какие-то вопросы. Я для начала хотел бы задать вопрос. Прекрасное сообщение, Алексей Дмитриевич, дело в том, что эта проблема, наверное, такая, одна из самых сложных в желчной хирургии. Вот, у меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот, как Вы проводите профилактику панкреатита, и какие у Вас показания к стентированию верзунгового протока? И как Вы часто это делаете? Ну, значит, профилактику панкреатита мы проводим всем пациентам приемом нестероидных противовоспалительных препаратов, в первую очередь в виде свечки. Ну, и в дальнейшем, то есть, у больных, где, у которых есть риск развития панкреатита, таких, как, например, катетеризация верзунгового протока, контрастирование верзунгового протока в послеоперационном периоде назначаем препараты. Нет, это понятно. Вот вопрос, вот последний. В Клинин и Камень, вот Вы говорите, у Вас вторая группа больных. У всех амилаза высокая. То есть, у всех есть панкреатит. Вот как Вы с этим больным поступаете? Как часто Вы дренируете верзунгию протока? Ну, к сожалению, у нас так получилось, что у нас возможности дренировать верзунгов в проток нет. И причина этого не нежелание наше, а причина финансовая в первую очередь. Еще вот, у Вас была перфорация холедыха. Как часто Вы их отдаете хирургам, этих больных, и что делают хирурги? Ну, значит, если есть подозрение на то, что произошла ретродунальная перфорация, значит, сразу же, то есть, в первой же часы мы делаем компьютерную токморографию, оцениваем область поражения забрюшиной клетчатки, в первую очередь по наличию воздуха в забрюшиной клетчатке. В дальнейшем, то есть, если пациент не демонстрирует явление шока, мы предпринимаем пробную консервативную терапию, антибактериальная терапия, дренирование тонкой кишки для энтерального питания, то есть, выключение двенадцатиперстной кишки из пассажа, дренирование желудка. Вот дальше в течение одного-двух суток наблюдаем за больным, за клиникой, делаем контрольную компьютерную томографию. В случае появления какого-то объема жидкости в забрюшиной клетчатке на фоне воздуха, все-таки отдаем этих пациентов хирургам. В том случае, если как бы мы видим положительную динамику по данным КТ, мы продолжаем консервативную терапию и, ну, где-то вот есть, может, было не так много таких больных, но за десять лет как бы накопилось, где-то результаты 50 на 50 получились. Ясно, спасибо. Можно я вопрос еще? Да, тоже хотела спросить по поводу вот гнойных холонгит или, например, вклиняный камень, когда уже сроки достаточно большие. Используете ли вы все-таки антиградные способы, потому что через кожное, через печеночное холонгиостоме в этой ситуации позволит более адекватно и быстро отционировать желчные протоки и без опасения вызвать острый панкреатит? Да, несомненно, у нас такие наблюдения есть. Они, конечно, не попали в это сообщение, потому что мы оценивали именно ретроградный этап. Но в ряде ситуаций, когда не удалось ретроградно выполнить дренирование холедоха, выполняли больному через кожное, через печеночное дренирование, благо, что у нас это все в отделении в одних руках находится, и достаточно просто больного перевернуть на спину. И действительно, то есть эта ситуация мы не исключаем. И даже в ряде случаев считаем, что при тяжелых гнойных холонгитах, особенно на фоне ацептического шока, возможно, через кожное дренирование протока с установкой дренажа достаточного диаметра, может быть, даже в большей степени бы помогло пациенту, чем ретроградные вмешательства. Алексей Степанович мечтает задать вопрос. Подождите, подождите, Алексей Степанович, мы вас приветствуем, дайте поприветствуем Алексею Степановичу Балалойкину. Вот, но у вас вопрос есть? Сейчас микрофон к вам идет. Чрезвычайно серьезная тема. Вопрос первый. Какие камни вклиниваются по форме и так далее? Второе. Куда вклиниваются в терминальный отдел Холидоха? И что такое повторный этап операции? Может, по одному все-таки? Я постараюсь быстро ответить на все. Давайте мы, знаете, очень кратко будем отвечать. Во-первых, нас ждет перерыв, а во-вторых, у нас есть специальное заседание в конце сегодняшнего дня, которое называется вопрос экспертом, когда все вопросы острые и интересные будут обсуждены. Алексей Дмитриевич, пожалуйста. Во-первых, понятен подвох этого вопроса. Мы считаем вклиненным конкрементом тот камень, который вызвал блокаду устья Версунгового протока. То есть это может быть как торчащий в просвет кишки камень, так и выбухающий как называемый ампульный холидохолитиаз, вколоченный в ампулу сосочек. Размеры по размерам? Размеры были разные. То есть были и мелкие конкременты 4-3-4 мм, были конкременты до 10 мм, блокирующие ампулу, где приходилось даже супра-папиллярно растекаться, чтобы как-то этот камень высвободить. Вот. И насчет повторных операций. То есть повторные операции выполнялись больным в тем случае, когда во время первичного этапа был какой-то риск. Например, какая-то кагулопатия или какие-то местные условия, выраженный отек, когда мы боялись сделать разрез на полный объем и брали больного на второй этап через 5-6 суток. Уже оценивали величину первичного разреза, при необходимости добавляли папилотомию, проводили контрольную ревизию халядаха. Ампулярный. Спасибо. У меня один короткий вопрос. Короткий вопрос, Михаил Павлович, потом вы. Алексей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, как вам кажется, при наличии у пациента билиарного сепсиса, не говоря уже о шоке, не лучше ли сначала подготовить в плане активной инфузионной терапии и не заниматься дренирующими вмешательствами? Нет, то, что как бы первично необходимо провести противошоковые мероприятия, абсолютно согласен. Нет, противошоковые понятно, но при наличии сепсиса. Ведь здесь речь-то идет в первую очередь о осложнениях, связанных с печеночной недостаточностью этих больных, а не с тем, что вы там разрезали, дренировали, поэтому как-то одно с другим не очень связано. Ну, здесь как бы, ну, мы это все как бы с хирургами достаточно подробно обсуждали и в принципе, то есть в любой программе лечения сепсиса прописано, что одним из первых этапов лечения сепсиса это санация септического очага. Поэтому здесь мы относились к попилотомии, к вмешательству на протоках как именно к санации первичного очага гнойного, что в общем-то тоже является одним из важных компонентов противосептического лечения. Ну, первый вопрос, на который, конечно, сегодня я понимаю докторов, что отсутствие, и совершенно правильно было показано в начале доклада, что это инструментально зависимая ситуация. И поэтому, конечно, сегодня при наличии высоких цифр намелаза необходимо дренировать верзунгий проток всегда. И вот наш опыт показывает, что мы значительно снизили острый панкреатит. Мы дренируем всегда верзунгий проток. Тем более сейчас в Бостон-Сантифике есть прекрасные стенды пятифринчовые. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос – перфорация. Вот, ну и сейчас судебное дело одно идет. И что ж, я, так что тех, может, кто не знает, я 25 лет заведу к кафедру хирургии, но оперировался перфорация огромная. Последнее время мы их не делаем никогда. Потому что перфорация сегодня, эндоскопия позволяет вести перфорации только эндоскопически. Потому что хирурги, во-первых, дырку не зашьют. Потому что это находится внутри головки поджелудственной железы. Просто вставить тампон и туда дренировать – нет. Если возникло подозрение на перфорацию, надо всегда дренировать верзунгий проток и ставить покрытый стенд в холедах. И вести консервативно. Если возникает где-то там абсцесс или что-то, то дренировать уже либо под контролем в УЗИ, либо, так сказать, лапароскопически. Открытые операции делать не надо. Сегодня их делать не надо. Более того, вот яркий пример Алексей Дмитриевич показал. Клинический случай. Вот если бы сразу задренировали верзунгий проток, потому что панкреатит развивается молниеносно. Гипертензия в протоке, гипертензия в протоке. Сока поджелостной железы вызывает тут же переваривание поджелостной железы. Это проходит несколько часов. Поэтому тренировать надо сразу. И я думаю, вот этот больной, которого показали бы, исход мог быть другим. Это, конечно, легко рассуждать на эти постфактум. Но мы должны всегда сделать то, что сегодня принято. Это во всем мире сегодня лечится только так. А так еще раз хочу поблагодарить Алексея Дмитриевича за очень хорошее сообщение. И, наверное, вот надо все-таки стремиться эндоскопической лечите. У меня, к сожалению, есть небольшое дополнение, Михаил Павлович, в плане дренажа панкреатического протока. Здесь ведь речь идет при развитии панкреонекроза. А, как правило, с этим больные погибают. Нужно пройти зону некроза. Потому что поставить в панкреатический проток просто стенд без прохождения зоны панкреонекроза ничего не дает. Андрей Евгеньевич, поздно уже ставить, когда появится панкреонекроз. Нет. Уже поздно. Именно так. Да. Мы немножко по-другому идем, когда появляется панкреонекроза. На компьютерной томографии с болезненным контрастированием очень хорошо видно. Вопрос очень обширный, очень важный, очень интересный. Наверное, он выходит за рамки нашего заседания. Я думаю, что мои сопредседатели со мной согласятся полностью. Давайте поблагодарим докладчика. Алексей Ильич, спасибо за остро поставленный вопрос. И прежде чем мы уйдем на перерыв, слово предоставляется программному директору. Пожалуйста, следующее ваше объявление.